Сегодня разберем первый матч NHL на 11 октября, также в конце вас ждет хороший экспресс от меня с коэффициентом 4.83, поэтому смотри до конца, всем приятного просмотра. Ребят, всем здорово! Ну что, первый матч NHL, наконец-то мы дождались. Вроде казалось это так далеко, когда они закончили, а вот прошло как будто бы пару недель и уже новый сезон. Очень рад этому событию, наконец-то можно погрузиться в топовую лигу, в топовый хоккей и анализировать, наблюдать за этим всем со стороны и, конечно же, ставить и, надеюсь, будем почаще побеждать. Давайте, прежде чем начнем, поставим большие пальцы вверх, подпишемся на мой YouTube канал, у нас уже 1600 с лишним. Давайте поставим такую планочку до октября добить 2000, мне будет максимально приятно. С меня также регулярные видосы, также хорошие ставочки, которые, надеюсь, будут заходить и с вас максимальная поддержка. Все, заранее благодарен, спасибо каждому и не забывайте ставить колокольчики, чтобы не пропускать видосы. Давайте начнем, пожалуй, с разбора прошлого видоса, Линник и Хейл, что зашло, что нет. Начнем с матча Адмирал Акбарс, там я вам говорил, советовал поставить своими мыслями на Адмирал больше полтора. В принципе, ставка была максимально играющая и все, которые я вам называл в прошлом видосе, все были играющие, все были очень близко. Но вот, забили только один гол, а то в конце третьего периода, но что тут можно отметить? Адмирал в два раза перебросал Акбарс, то есть они играли. Не сказать, что там эти полтора гола никак не должны были заходить, конечно, это все должно было заходить. Много было большинства нереализованных моментов и также они полностью переиграли Акбарс и по броскам это очевидно видно. Дальше мы брали Амур Лада, там зашло у нас четыре с половиной больше и Амур больше двух. Поэтому всех с победами, кто брал, я и говорю, что не нужно собирать эти паровозы длинные, лучше ординарчиками спокойненько заносить победы. Следующий матч у нас был нефтехимик авто, нефтехимик я заигрывал больше двух, там у нас возврат и больше четыре с половиной. У нас минус, поэтому тоже не сказать, что это прям в молоко и так далее. Мысли были правильные, то есть и команды сыграли достаточно открытый хоккей, чуть с реализацией были проблемы. Автомобилист вел 2-1 в третьем периоде, пропустил 2-2, то есть все могло быть иначе, если была бы чуть получше реализация. Но ничего, это опыт, будем в следующий раз сильнее. И четвертый матч у нас был, и четвертый матч у нас был Металлург Салават Юлаев, совсем забыл, как у меня с головы это вылетело. Там мы заигрывали, каждая команда больше полтора за 1.95, Металлург занес нам на последней минуте. Карпов неплохо вышел 2-1, бросил там вратарю, которого молодой, поставили его на 2 минуты, он еще умудрился пропустить. И еще заигрывали больше 2.5, Металлург, к сожалению, у нас минус, но не по игре, не знаю, что сказать. Как бы понятно, провал Металлурга такой же, как и Динамо там 1.7, так же и Сочи 1.10, но хотя бы они забили 2, занесли нам, в обе команды забьют полтора больше. В принципе, неплохо, но больше я все-таки ждал от Металлурга, и моменты были, не так сказать, что Салават прям закрылся после того, как 5-0, там 4-0, 6-0. Но все равно, да, Металлург, видимо, не проснулся, либо очень сильно расстроился этому факту, что быстро напропускали. Но это КХЛ, ничего с этим не сделаешь. Теперь давайте перейдем к разбору НХЛ. Как долго мы ждали, да, я прям очень счастлив, что наконец-то эта лига возвращается к нам, и мы можем смотреть, анализировать, что-то какие-то заходить ставки, поэтому это очень топово. И начнем с первого же матча Tampa Bay-Nashville. Признаюсь, я смотрел претизонные игры, последние особенно, потому что чуть режим сбил, но нужно было посмотреть, хотя бы понять, кто в какой форме, плюс-минус, что там вообще происходит на претизонных играх, потому что ранее этого не смотрел. И, в принципе, мне понравилось, то есть последние игры играли топовыми составами, которые уже будут играть в сезоне. И сделал для себя пару выводов. Очень интересный хоккей, это не КХЛ, где команда находится в хорошей форме и выходит, проигрывает 1-10, 1-7, и потом тот же Металлырук 2-2-6. Ну, странно это все, но да ладно, бывает, ничего страшного, может какие-то ямы из нового календаря. Надеюсь, в Минхелл такого не будет и ранее такого замечено, конечно, не было. Давайте, Tampa Bay-Nashville. Здесь Tampa в полном составе, единственное, что Василевского нету. Остальное, вся команда в полном боевом составе. И также первая тройка, Point Hagel и Kucherov, это по какому-то там рейтингу, они должны входить в лучшие тройки. То есть от них очень многого ждут. И, в принципе, я согласен, тройка очень хорошая. Kucherov выходит на такой возраст, когда уже он прям элитный, супер-супер элитный игрок, от которого ждут прям крутых результатов. Мы все только за и будем поддерживать его. Нэшелл же наоборот, всю презентацию проиграл. Один матч только у них удалось выиграть. И то, когда, да, вышли полным составом. А так, не за что зацепиться. Здесь я все равно, в НХ лучше исхода не играть. То есть я смотрел тот же матч вчера, по-моему. Вегас играл с Лос-Анджелесом. Я решил посмотреть. 3-2 первый период. То есть там и Лос-Анджелес в итоге выигрывает перед третьим периодом 4-3. И в итоге проигрывает 7-4. Поэтому здесь очень сложно играть на победах. Но тоже будем заигрывать обязательно. Здесь я вам предлагаю зайти на индивидуальный тотал Тампа Бэй больше 3 за коэффициент 1.65. Как вариант. В принципе, Тампа это всегда славится отличным большинством. Стэмко с Кучеров, Хедмутом, Сергачев, когда, как они выходят. Тот же Хаггел и Пойнт. Который у них очень хороший розыгрыш. Кучеров какие передачи дают. Это кто не видел, посмотрите. Это просто какое-то нереальное событие. Также можно зайти и попробовать на общий тотал 5-5. Почему нет? То есть, понятное дело, мы ждем от Тампы там 4 гола, 5 голов. И почему Нэшвел от НХЛ? Короткая площадка, маленькая, узкая. Броски постоянные. То есть, стоит не основной вратарь Тампы, не Василевский. Как вариант, заиграть можно 5-5 больше за 1.60. Давайте следующий матч. Ну, следующий матч прям бомба. Это НХЛ готовят, потому что Конор Бэддард и Сидни Кросби встретятся в первом матче. Это легенда уже состоявшаяся против новой легенды, да? Которого сейчас раскручивает получше, чем МакДайведа в свое время. И посмотрев пару там каких-то нарезок длинных. Некоторые там по 2-3 минуты. То есть, там чуть ли не все смены посмотрел. Его в районе 20 минут нарезали на Ютубе. И, в принципе, очень-очень игровичок. Такой очень хороший хоккеист. В похожем стиле на МакДайведа. Но у Бэддарда очень хороший бросок сверху. Он и поменьше, но бросок у него прям очень топовый. Он праворукий. Праворукий намного опаснее, на самом деле, чем леворукий. Поскольку вратарям часто неудобно. И просто сходу он также поливает неплохо. Поэтому здесь я уверен, что настолько готовил НХЛ это шоу, что здесь команды, что Бэдард со своим Чикаго, там, Кури Перри подключится, поможет. И что со стороны Питсбурга старички дадут бой. Это Кросби, Малкин точно будут биться. Точно будут тоже показывать шоу. Поэтому здесь как вариант, да, заиграть тотал больше. Допустим, 5.5 за 1.50. Для начала, я думаю, нормально будет за такой коэффициент. Кто хочет, может рискнуть на 6 больше за 1.72. Не думаю, что первый матч настолько раскручивали и звездочку молодую, и то, что они с Кросби вот этот матч первый именно в НХЛ. Поэтому не думаю, что команды будут тут закрыты, супер играть. Но все может быть. Но, как я вижу, здесь будет тотал больше. И, пацаны, обязательно не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Там хорошие ставочки, которые я лично сам ставлю. Свои деньги. Делюсь своими мыслями. Подробно расписываю, почему именно так. И я дождусь этого матча уже прям вот за день, когда полная будет роспись. И там будет очень интересная ставочка. Поэтому переходите. Буду вас всех там ждать. С Питтбургом разобрались. Третий матч у нас на сегодня. Вегас-Сиэтл. Да, я как вам уже говорил, что я смотрел Вегас последний матч. Это чемпионская команда, которая практически полностью, кроме Кеслера, Кеслера, Кеслера сохранила полностью состав чемпионский. Такое очень редко бывает в НХЛ, но вот у них удалось это сделать. И команда реально находится в хорошей форме. Айкел, Маршес, Барбашев. Это первая тройка, что я видел. Просто космос чувствуют друг друга на... Как вот я говорил про Спартак, да, но здесь немножко чуть повыше уровень. И это реально заметно. То есть здесь я бы заиграл итоговую победу за 1.60. Кто хочет рискнуть, возьмите в основное время за 1.95. Все-таки Сиэтл это тоже неплохая команда. Но, как я вижу, Вегас дома. Вегас первая игра. Все в составе. Нет никаких травм. Должны выходить и должны выигрывать. Еще давайте заиграем третий исход. Вот здесь я бы взял что-то индивидуальное Total на Вегас. Как вариант три больше за 1.70. В принципе, три матча на 11 октября НХЛ. Будем газовать. И обещанный давайте экспрессик, что я собрал. Все-таки я не люблю паровозы абсолютно. Мне прям не нравится. Но все равно надо добивать ради интереса. Иногда буду заходить, особенно на НХЛ. То есть к НХЛ, да, мы оставим там. Эти экспрессы лучше я не буду заходить. Я тоже буду ординарами. Также на канале выкладывать свои ставки. А здесь я на первой... Как грех тут не зайти на первую матч линии. Ой, на первый матч НХЛ. И я зашел так. Смотрите, там по Б я взял больше трех. За коэффициент 1.65. Ну, если как вариант, то это на возврат. Но я тут надеюсь, что все-таки первый матч там по ДОМА. Панер полный стадион. Аншлаг. Солнечная Флорида. Думаю, здесь должны и Кучер. Думаю, в этом году включится в борьбу за... Там за 5, за 100 плюс очков. Да и у них поинт и хаггил это просто... Я говорю, это тройка прям мечты для Кучера, который там очень такой... Интересный хоккеист, который реально там мыслит на другом уровне. Ему очень комфортно играть с этими игроками. Питтсбург, Чикаго. Я зашел 5.5 больше. Взял за 1.50. Такое, да? Здесь надежды нашел. Надежды на голы Беддерда. Какие-то там интересные комбинации, возможно, с Корио Перри. И там броски его. И, конечно же, все-таки думаю, что Питтсбург с Сидни Кросби. С Евгением Малкиным. То есть там Раст есть еще, сыграет с Кросби в звене. Они, в принципе, неплохие. И должны забивать там свои 3-4, возможно. И надеемся, что Чикаго не подкачает. И третий матч я взял Вегас-Сиэтл. Поведу в основное время Вегаса за 1.95. Здесь я посмотрел. Вегас-Вегас прям очень топовый. Они очень хорошо играют в равных составах. Они даже, я не помню, вот комментатор как раз слушал. Он говорил, что они лучшие, по-моему, на игре в равных составах были в прошлом году. И если состав не поменялся, значит, ничего не должно поменяться. А в равных составах это очень важно играть в НХЛ. Поскольку все равно львиная доля голов забивается в большинстве. Здесь Вегас отличается и много забивает помимо большинства еще и в равных составах. Поэтому также, да, здесь то, что играют дома. Первый матч Вегас, думаю, будет 100% аншлаг. Это знаковое событие. Думаю, должны они спокойненько выигрывать. И вот такой у меня получился экспрессик. Коэффициент 4.83. Что думаете, какие шансы? И пишите свое мнение в комментариях. Что думаете по поводу, давайте, этого матча Питтсбург-Чикаго? Будет шоу, как все там этот НХЛ раскручивают? Или же команда сыграет более закрыто? Беттерт, возможно, даже не наберет очков? И будет там, не знаю, минимальная победа Питтсбурга? Там 2-0, 2-1, 3-1. Или же все-таки будет, как я говорю, шоу? Где куча голов, Беттерт, возможно, какие-то там, как Мэттис, свои годы. Первый матч в хитрике, покеры и так далее. Посмотрим. В общем, обязательно жду от вас поддержку в виде лайков. Пишите свои комментарии, что будем рассматривать в более стороны НХЛ. Или же все равно будем заходить на КХЛ. Но могу сказать сразу, что в Телеграме точно будет КХЛ. Потому что я его смотрю каждый день НХЛ. Возможно, какие-то матчи буду цеплять. Какие-то там, вот 0-0-30, да, допустим, там поиграют по московскому. Я, возможно, посмотрю пару периодов и пойду спать. То есть понимание будет хотя бы небольшое. А так, это все хайлайты, это все какие-то новости с интернета, с Телеграм-каналов. И поэтому пишите, что вам более по душе, НХЛ или КХЛ. Я понимаю, что всем уже КХЛ надоел с этими результатами, согласен. Но все равно не просто так же я смотрю, они рано или поздно. Я вам говорю, всегда это буду повторять, начнут играть логично. Это сейчас начало сезона, второй месяц, там новый календарь, тяжело. И поэтому где-то может Тормин, где-то может... Ну, короче, я думаю, рано или поздно начнется все нормально. Я буду продолжать гнуть свою линию. Будем ставить на КХЛ обязательно, что-нибудь в Телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в описании, что здесь будут также разборы. Но если вам зайдет НХЛ, естественно, будем также регулярно снимать НХЛ. Все, всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения, будем болеть и ждать начала НХЛ.